Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в фонд имени Генриха Бёлля. Меня зовут Вальтер Кауфман. Я руковожу работой фонда Бёлля в Южной и Юго-Восточной Европе. Мы уже в восьмой раз проводим это мероприятие вместе с германским обществом Восточно-Европейского регионоведения. Это ряд дискуссий под названием «Российские альтернативы». Я хочу с самого начала поблагодарить Габриэля Фрайтак, который представляет ДГО за сотрудничество, как всегда, тесное и приятное. Вообще, этот формат дискуссий придумали в Москве. Там, в середине нулевых годов, то есть, начиная с 2005 или 2006 года, российские либеральные интеллектуалы начали встречаться сначала в полуоткрытом формате, потом в совсем открытом формате. И они начали выступать с публичными докладами, лекциями, организовывали публичные дискуссии по поводу вопросов модернизации страны, модернизации общественной, политической. Причем именно в тот момент перспективы модернизации становились все хуже и хуже. Они хотели продемонстрировать обратную тенденцию, хотели обсудить концепции, потенциал модернизации России. Разработать такую концепцию и обсудить ее, конечно. Потом вместе с ДГО, Обществом Восточно-Норпийского регионоведения, мы перенесли эту серию лекций и дискуссий сюда, в Берлин. Раньше эта серия называлась «Ходорковские чтения». Дело в том, что тогда Михаил Ходорковский еще был политзаключенным в России, когда все эти дискуссии начинались. После его освобождения мы решили назвать эти лекции по-другому, потому что раньше это был просто знак солидарности, мы хотели обратить внимание на то, что он сидит в заключении по политическим мотивам. И появилось новое название – «Российские альтернативы». Откуда оно взялось? Дело в том, что вместе с российскими гостями мы ищем как раз те самые альтернативы, или то, что таковыми можно назвать, в самых разных сферах общественной жизни. Пусть даже иногда это доводит нас до отчаяния. Мы встречаемся уже в восьмый раз, прошло много лет, мы все еще говорим про альтернативы, а их что-то незаметно. Но действительно, многие дискуссии последних восьми лет так или иначе касались необходимых изменений в политической системе, в судопроизводстве. Нужно было менять экономику, об этом мы тоже говорили. Нужно было менять или устанавливать новые общественные пространства. Мы слышали много хороших идей. Эти идеи звучали очень убедительно. Мы говорили, что модернизация просто неизбежна, эти шаги надо делать хотя бы по экономическим причинам. Иногда даже высказывалась надежда, особенно в время президентского срока Дмитрия Медведева, что вот, кажется, начинаются эти самые шаги, меры по модернизации спустятся сверху, с самого верхнего уровня. Но в конце концов, все эти встречи неизбежно заканчивались отрезвляющими выводами. Потенциал для модернизации на самом деле есть, он большой, и необходимость этой модернизации очевидна. Однако, увы, увы, политическая воля отсутствует, потому что модернизация без политической модернизации невозможна. И политическая модернизация представляет собой слишком большой риск для существующего политического режима. Это одна страна медали. Есть другая. Каждый, кто знаком с Россией, кто там живет, кто знает страну, как, безусловно, многие из вас, и фонд имени Белли, тоже у нас есть масса знакомых, партнеров в стране. В общем, мы все понимаем, что многое меняется, многое двигается, сдвигается с мертвой точки в целом ряде сфер в жизни Российской Федерации, прежде всего в городах. Дело в том, что городские жители начали самоорганизовываться, это иметь самые разные формы, для того, чтобы решать бытовые, практические проблемы. Появились экологические, культурные, социальные, общественные инициативы. С одной стороны, это протест, а с другой стороны, это мера оказывать давление на администрацию муниципальную, региональную. Это еще и форма диалога, взаимодействия с администрацией, чтобы что-то поменять или что-то сделать. Это явление существует на самом деле довольно давно. Оно, в принципе, существовало всегда. Но нам кажется, что именно за последние годы появилась совершенно новая динамика. Появилось новое качество. Общество всегда самоорганизуется там, где не работает государство, или где государство вообще не должно регулировать какие бы то ни было вещи в области общественной, в области культурной. Вот как раз в этих местах, в этих случаях общество организуется, чтобы сохранить самое себя. Но мы увидели в целом ряде сфер, в целом ряде мест совершенно новую динамику. И мы, правда, с осторожностью, но мы ждем от этой динамики, от этой ситуации, что, возможно, она выйдет за рамки исключительно местного контекста и будет иметь модернизирующий эффект. Я это очень осторожно формулирую, потому что именно об этом мы и будем говорить сегодня вечером. Получится ли все это? Вот, что мы обсудим. В ходе первой секции мы вначале с вами рассмотрим несколько конкретных инициатив. Мы очень рады, что сюда приехали очень интересные гости из разных регионов России, от Махачкалы до Санкт-Петербурга. И я обещаю вам очень интересный вечер. Вы услышите массу впечатлений из первых рук. Вы узнаете о том, как работают эти местные проекты. Это первая секция. А потом будет вторая секция. Мы попробуем подняться на иной уровень абстракции и обсудить вот что. Можно ли действительно рассчитывать на то, что эффект будет шире, эффект местных инициатив будет шире, и он будет долгосрочным? Обосновано ли такое предположение? Вот. Желаю вам всем интересного вечера. Надеюсь, что будут интересные дискуссии, интересные вопросы. И передаю слово моему московскому коллеге Йоханну Суфос-Винкель. Он руководит Московским бюро фонда Бёль. Он представит вам участников первой секции. Спасибо. У нас не так много времени сегодня вечером. Вальтер, в принципе, уже все прекрасно описал. Поэтому я думаю, что я откажусь от своего везения вводного какого-то выступления и сразу перейдем к делу. Давайте представим участников. У нас в гостях Элла Паниях, социолог, доцент Высшей школы экономики в Петербурге. Она сейчас начинает заниматься вопросом модернизации России снизу. Следующая гостья Дарья Байбакова. Она директор Московского фиалоблаготворительной организации под названием Ночлежка. Эта организация это очень известная институция, можно даже сказать, в Санкт-Петербурге. Теперь есть еще и московское отделение. Она, наверное, подробнее об этом расскажет сама. Я рад приветствовать здесь Арсена Маговедова. Арсен Магомедов из Махачкалы. Это Дагестан. Он юрист и один из основателей общественного движения, которое с 2017 года в Махачкале, ну, будем говорить грубо, вмешивается во всякие важные процессы, особенно в вопросы городского планирования, городского развития, то есть, когда нужно парки спасать от застройки, например. Вот такие вещи. И, кстати, Арсен Магомедов неоднократно подавал в суд на городские власти Махачкалы и даже одерживал победу в суде. Насколько я знаю, общественное движение, которое представляет Арсен, также наблюдает за выборами и обеспечивает свободу собраний. Я также рад приветствовать Алмут Таран. Алмут Таран, дипломированный переводчица с английским языком и с языком хинди. Она член фракции Союза 90-х зеленых в районном собрании района Панков. Она также была депутатом Берлинского городского парламента. Ну и, кроме того, госпожа Таран входит в правление независимого института по вопросам экологии. У нас, как я уже сказал, не так много времени. Гости очень интересны. У нас всего час 15 минут. Я думаю, что примерно 15 минут мы будем говорить здесь. Со сцены, а потом у вас, у всех будет возможность задать вопросы нашим гостям. Я бы хотел, если позволите, начать представители меньшинства на подиуме. Арсена, у нас здесь, видите, меньше мужчин, чем женщина оказалась на сцене. Махачкала действительно для многих звучит очень экзотически. И про Дагестан мы здесь мало знаем. Арсен, поэтому я хочу вас попросить, расскажите, пожалуйста, про вашу инициативу, про ваше общественное движение, чем вы занимаетесь и каких успехов вам удалось уже добиться. Прошу вас. Добрый вечер. Если вкратце, хотел бы сначала сказать вкратце о самом регионе Дагестана. Дагестан – это Северный Кавказ, немного специфичный регион, он не совсем похож на в целом Российскую Федерацию, как, наверное, вот если брать власть, чтобы вы понимали, из последних четырех мэров Махачкалы трое находятся сейчас в тюрьме. Это, допустим, первое, чтобы вы понимали, какой уровень там, грубо говоря, нарушений и существует в нашем регионе. И если говорить о населении, население характеризуется такой эмоциональностью, экспрессивностью. Мы как бы малые народы, мы горцы, мы эмоциональны, с одной стороны, с другой стороны, по уровню терпения всего, что там с нами делает власть, наверное, мы вот более терпеливее, чем вся остальная часть России. Я так почему-то вот думаю, потому что то, чего давно бы там шумели бы и возмущались бы в Москве по каким-то действиям, вот у нас это все терпелось до последнего. И вот откуда вот вообще вдруг мы появились? В 2017 году так получилось, что губернатор, так скажем, Дагестана решил вдруг организовать такой проект по постройке большого музея в городе Махачкале. А у нас ситуация в Махачкале такая, что у нас, в принципе, уже застроено все. И у нас, грубо говоря, город закончился. То есть у нас нет каких-то свободных территорий, вот все застроили, и ничего лучше не придумал этот губернатор, как взять построить на территории больше, чем одного гектара в центральном парке Махачкалы, в том месте, который и так уже, в принципе, по частям где-то застраивался, но вот это был такой удар по центру Махачкалы, который сплотил всех. Вот у нас, кстати, одна из проблем, что у нас население не любит соединяться, самоорганизовываться, что-то, но тут это обхватило всех, и светский слой населения, и религиозный, и там либеральный, и консервативный. То есть как-то вот этот парк затронул всех, и это стало толчком к тому, чтобы появились мы, то есть появилась группа людей, которая открыто заявила, что там мы против этого. Мало того, что мы открыто заявили, мы еще начали совершать действия от общественных до юридических. То есть мы там обращались в прокуратуру, суд, и вот это послужило таким толчком. Кстати, мы за это и благодарны, можно сказать, этому бывшему губернатору, за то, что он нас объединил. В дальнейшем этот опыт оказался успешным, то есть власти не ожидала городская, региональная такого сопротивления массового. Это было, наверное, первое, что зависит всю историю у нас Дагестана, чтобы кто-то вот так открыто выразил свое нет. И мы вот победили, победили юридически, победили, и вот в итоге сама власть отказалась от этой идеи. И на этой базе мы решили не распускаться, мы решили сохранить вот тот какой-то актив людей. Не сказать, что нас много, начинал у нас человек 15, мы вот собирали, вот у нас, благо, есть возможность социальных сетей, ватсап-группы, мы объединились, в итоге нас сейчас около 80 человек, вроде бы это немного, но для Махачкалы это очень много, поверьте мне, потому что вот настолько у нас в целом пассивное население, и мы начали потихоньку встревать, скажем так, обозначаться в тех вещах, которые нам не нравятся. То есть там другие процессы строительные, какие-то инициативы власти, и вот на данный момент мы как бы существуем, и к нам мы начали параллельно скоммуницировать с другими организациями, то есть у нас какая была идея, мы там в основном люди боятся, допустим, поднимать какие-то политические вопросы, то есть боятся говорить там нам не нравится, что происходит в стране, но это считается как бы политика, это политика у нас и соответственно и могут быть проблемы с силовыми органами, полицией, какие-то проблемы у кого-то бывают, у кого-то нет, а на местном уровне это не страшно, там бороться за парк, это как бы в целом безопасно, федеральный центр на это смотрит, скажем, позитивно, никаких проблем ничего нет. Ну на этой базе мы, допустим, у нас была заявка на проведение митинга, нам отказали, то есть мы защищая парк хотели выйти на площадь и сказать, что мы против собрать там человек 300 что ли, нам отказали и мы начали судиться с администрацией города на то, почему нам отказали. На этой базе создалось движение или человек, который начал вообще вот основным мотором всех общественных протестов, акций, публичных акций, митингов, там, каких-либо пикетов, он стал мотором и к нему теперь любой протест какой-то не городской, то есть это может быть не вопрос парков, это может быть просто какая-то личная или проблема какой-то группы людей, теперь через него, так как он стал специалистом в области митингов, все митинги проходят через него, скажем так, то есть мы запустили вообще ситуацию, когда допустим, раньше в Дагестане митинги проводили только госорганы или дружественные им организации, а сейчас митинг это стало нормально, то есть мы даже обсудили с правительством, с нашим местным парламентом требуя изменить местный закон, который нарушал федеральное законодательство, которое ограничивало нас в правах на публичные массовые мероприятия, у нас пошли успехи и теперь все вот какие-то около параллельные события, связанные там где требуется публичное мероприятие, мы отчасти принимаем участие, потом дальнейшая мысль, местное представительство, ведь основные проблемы это то, что нас не слышат и у нас нет ни депутатов, ни того, кто защищает наши интересы, опять-таки выборы, то есть мы начали попытаться участвовать в выборах, в виде наблюдателей в первую очередь и это тоже, ну у нас выборы проходят конечно в Дагестане не очень хорошо, у нас в том смысле, что вообще они можно сказать не проходят, в том смысле, что там нас ну там не убирают, вот скажем так, откровенно говоря, в Дагестане не убирали депутатов, депутаты у нас покупали эти должности у местных губернаторов, но мы там тоже набили себе шишки, у нас тоже были проблемы на этих избирательных участках с полицией, чуть меньше, чуть больше с местными группами интересов, и мы тоже набрали опыт, и в дальнейшем планируем этот опыт развивать, чтобы закрепиться на уровне представительства, то есть мы как бы, вот что я вижу, плюс нашего движения, что мы аккумулируем все вот полезные функции, которые существуют у общества, гражданского общества, чтобы со временем как-то вырасти, и вот, то есть мы выходим за рамки чуть городского темы, но город это основная как бы проблема, которая все-таки нами движет, с перспективой, что все-таки закрепиться и где-то вот в представительных органах власти или в иных возможных институтах государства, вот это вкратце. Тогда еще один вопрос. Вы сказали, да, у вас были конфликты вплоть до губернатора с городскими властями, а вот один из способов работы с госорганами это как раз путь юридический, вы об этом говорили, то есть можно в суд, например, подать. Скажите, пожалуйста, как лучше всего общаться с государственными организациями и с чиновниками? Может быть, кого-то удается переманить даже на свою сторону? Может быть, удается какие-то инициативы проводить совместно с городскими властями, они даже могут быть успешными? Сказать, что мы только воюем, наверное, то есть только боремся с городскими органами неправильно. Сейчас нас начали замечать, сейчас нас даже приглашают на некоторые мероприятия, учитывают наши мнения, даже тот парк, после этого парка мы отбили еще один, допустим, сквер от застройки и сейчас к нам администрация, мэрия города отправляет людей, которые хотят облагородить этот сквер и они говорят, вот этот город наш, наша организация, она его защитила, теперь согласуетесь с ним, что они хотят там видеть. То есть, как бы сейчас нас, в принципе, начали, скажем так, немного замечать, но если говорить о взаимодействии с государством, с городскими властями, ну, так получилось, что до нас, наверное, никто не знал, что такое судиться, что такое вот возмущаться, вообще, в принципе, у нас особо не было возмущения, насколько я помню, но вот, если оно и было, оно было вот эмоционально, какое-то кратковременное, а сейчас мы поняли так, что вообще есть, там, это не наше, как говорится, изобретение, это изобретение там специалистов по общественной борьбе, они говорят, что три составляющие общественного движения. Группа, то есть, всегда должна быть группа лиц, которые один заболеет, второго испугают, третий что-то отойдет, всегда кто-то продолжать должен. Второе, это пиар, журналисты, СМИ, то есть, привлекать внимание к своей проблеме, и третий, обязательно юридические действия, суды, жалобы, и если это в совокупности все запустить, то, в принципе, это работает, и на нашей практике так и получилось, что это работает. Когда мы просто подаем в суд, когда мы, вот у нас была практика, когда мы просто подавали в суд, нет шума, суды нас так мягко, нежно отталкивали в стороны, и припоны создавали, которые нам не давали даже дойти до суда, до процесса, нам возвращали документы, но если есть шум, уже суды себя так не ведут. Но если есть шум, но нету обращения в суд, то, соответственно, это тоже результата не дает. пошумели, чуть-чуть власть сжалась, чуть-чуть испугалась, но время-то проходит, а статус-кво остается такой, что победители администрация, поэтому пока суд не примет, допустим, решение признать незаконным застройку парка, сколько бы мы ни шумели, результата нет. Поэтому все это в совокупности работает, по крайней мере, пока у нас работает. Дарья, ваша организация работает в Петербурге, и недавно у вас начался новый проект в Москве. В начале, насколько я понимаю, это было не очень успешно, то есть первый этап был не очень удачный. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте, о проблемах, с которыми вы столкнулись в Москве. Да, спасибо. Наверное, сначала лучше рассказать вообще про то, чем занимается наша организация. Ночлежка одна из старейших благотворительных организаций в России. Она появилась, это общественная организация, которая появилась в Петербурге в 90-м году. И вот уже 28 лет мы помогаем бездомным людям в Петербурге. Основная задача всех наших проектов помочь бездомному человеку выбраться с улицы и вернуться в обычную жизнь. У нас много разных проектов разного уровня. У нас есть гуманитарные проекты, например, пункты обогрева, такие армейские палатки, которые мы ставим на зимнее время, где любой человек может без документов переночевать в холодное время. У нас есть ночной автобус. Это автобус, который ездит по Петербургу, и каждый будний день волонтеры раздают еду бездомным людям. У нас есть прачечная, такой проект культурной прачечной, который начал работать два года назад. Это единственная бесплатная прачечная в России, куда любой нуждающийся человек может прийти и бесплатно постирать, высушить свои вещи. У нас есть более сложные проекты приют и консультационная служба. Приют в Петербурге у нас рассчитан на 52 места, и это самый большой приют для бездомных людей среди государственных и негосударственных приютов в Петербурге. И у нас есть консультационная служба, где работают юристы, социальные работники, которые помогают бездомному человеку с разными сложными жизненными ситуациями. у нас есть, мы называем это пунктами сервисного плана, и таких пунктов 33. Это мы помогаем восстановить документы, найти родственников, устроиться в больницу, помогаем с отменой мошеннических сделок с недвижимостью, и вот таких сложных ситуаций 33. И по статистике примерно 60% людей, которые проходят через реабилитационный приют ночлежки, они возвращаются в обычную жизнь, с улицы выбираются и на улицу уже не возвращаются. И кроме того, у нас есть большая задача по изменению общественного мнения в отношении бездомных людей, потому что в России бездомные люди это одна из самых стигматизированных категорий людей, поэтому мы проводим разные акции социальной рекламы, работаем с средствами массовой информации для того, чтобы менять общественное мнение и показывать, что в общем самое важное это жизнь каждого человека и стараемся показать в каждом бездомном человеке прежде всего человека. Мы по совокупности всех этих наших проектов действительно долгое время работали в Петербурге, а в 2018 году приняли решение об открытии филиала в Москве. Причин было несколько. С одной стороны, поскольку мы одна из старейших организаций и, наверное, старейшей организацией в России, которая занимается помощью бездомным людям, нам очень важно распространять наш опыт, нам очень важно делиться экспертизой и поддерживать другие некоммерческие организации в России. Кроме того, работая с общественным мнением, нам очень важно рассказывать про помощь бездомным людям и наши проекты и в федеральных средствах массовой информации, и разговаривать с федеральными чиновниками, и понятно, что из Москвы делать это гораздо удобнее. И, кроме того, в Москве, если по нашим оценкам в Петербурге живет порядка 60 тысяч бездомных людей, то в Москве, конечно, и город больше, и бездомных людей тоже больше, а проектов не хватает. Поэтому мы открыли московский филиал в этом году, и из всех наших проектов, то есть у нас не было задачи перенести все наши работающие проекты из Петербурга в Москву, мы посмотрели, каких проектов в Москве больше всего не хватает, потому что в Москве больше организаций, в основном религиозных, которые помогают бездомным людям, но в основном это гуманитарные проекты, которые людям помогают на улице не умереть, а чтобы проектов, которые бы занимались долгосрочным сопровождением и помогали бы людям выбираться с улицы, в Москве не хватает. И поэтому мы из всех наших проектов выбрали приют и консульционную службу как флагманские проекты, а из гуманитарных проектов мы выбрали проект культурной прачечной, потому что в принципе в России нет таких мест, куда бы любой человек мог прийти и постирать вещи, а у нас был успешный опыт реализации этого проекта в Петербурге. Мы долгое время, сначала мы вышли в Москву с идеей получить помещение для реализации наших проектов от государства, от мэрии Москвы. Вот уже, наверное, 7 месяцев мы пытаемся работать с правительством Москвы и просить выделить нам помещение для работы в наших проектах, потому что мы, поскольку мы не коммерческая общественная организация, то источник нашего финансирования это благотворительное пожертвование. Примерно 40% это самый крупный источник наших доходов, а 40% это пожертвования обычных людей, это люди, которые подписались на 100, 200, 500 рублей в месяц. И нам кажется неправильным снимать помещение, решая такую важную социальную проблему в Москве, нам кажется неправильным на эти благотворительные пожертвования снимать помещение в коммерческую аренду. Но вот уже 7 месяцев мы пытаемся получить помещение на государство, пока нам это не удалось, пока мы получили 3 отказа от департамента имущества и от прочих чиновников. Поэтому мы приюты, консульционную службу пока в Москве не запустили, но вместе с нашими коллегами из Ургового благотворительного фонда «Второе дыхание» мы объединились для того, чтобы открыть культурную прачечную. Мы поняли, что если мы поделим бюджет расходов на два благотворительных фонда, то мы можем снять помещение в коммерческую аренду. Мы довольно долго его искали, потому что помещение для прачечной найти даже в Большой Москве довольно непросто. Там есть требования по электрической мощности, ну и в общем много разных параметров. В результате в конце августа нам удалось найти такое помещение. Мы сняли помещение, в общем, сняли нужное пространство в одном из районов Москвы и анонсировали открытие этого проекта. Мы знали, ну в общем, нам это было важно анонсировать на моменте подписания договора по двум причинам. С одной стороны, нам было важно рассказать местным жителям о том, что такой проект в их районе появится, рассказать о том, как он будет работать, послушать их мнение и попытаться скорректировать, если потребуется нашу работу так, чтобы этот проект приносил пользу жителям района. А с другой стороны, поскольку мы собираем пожертвования и для работы этого проекта тоже, мы запустили фандрайзинговую компанию по привлечению благотворительных пожертвований на работу этой прачечной. И история такова, что нам не удалось открыть там проект, потому что мы столкнулись с очень сильным сопротивлением местных жителей. В конце концов, местные жители сделали все, чтобы наш проект там не работал. И мы, ну вот, наверное, в конце августа мы сделали анонс, и, наверное, в середине сентября мы сделали, мы написали о том, что мы решили перенести проект в другой район, потому что мы вдруг, мы, конечно, были готовы к тому, что проблема, вообще тема бездомных людей и сами бездомные люди, они окружены огромным количеством мифов и стереотипов, но мы недооценили силу и агрессивность сопротивления, с которым мы столкнулись. Была огромная компания местных жителей, и, к сожалению, их поддержали и местные органы власти тоже. Мы даже не смогли начать делать ремонт. Ну, в общем, очень много такой агрессивной реакции жителей, и настолько агрессивной, что мы, в общем, вообще любое противостояние это совсем не наш формат работы, и сначала мы надеялись, что мы сможем побольше рассказать про то, как работает проект, показать наш опыт работы в Петербурге, рассказать, как это работает в других странах, но в какой-то момент мы поняли, что есть такая радикально настроенная группа жителей, которые, ну, в общем, сделают все возможное, чтобы мы там не работали. Поэтому мы поняли, что лучше перенести проект в другой район, и сейчас находимся на этапе поиска нового помещения, вот для того, чтобы запустить этот проект. Он обязательно будет, но в другом районе. Но вот если посмотреть на такие сложности, чему вы научились из этого? Какие уроки вы вынесли из тех сложностей, с которыми столкнулись при организации проекта в этом проекте, и как его готовить тогда уже в другом районе Москвы? Мы долго для себя пытались понять, что пошло не так, и где мы ошиблись. С одной стороны, мы уверены в том, что само помещение, которое мы нашли, мы выбрали правильно. Мы уверены в том, что проекты помощи бездомным людям должны располагаться в шаговой доступности и быть открыты во всех районах города. И нам не кажется правильным. Сейчас в Москве, например, есть такая тенденция, и на самом деле во многих городах в России есть такая тенденция по выводу проектов помощи бездомным людям в такие кластеры, желательно подальше от центра города, а лучше из-за предела города. Нам, ну, в общем, нам кажется, что это не так, и это неправильно. Поэтому с точки зрения того, что, ну, чтобы вы еще понимали, помещение, которое мы выбрали, это завод, бывший завод, который расположен в жилом районе, но это такой двухметровый забор, колючая проволока, отдельный вход, охрана, то есть это абсолютно не жилое, то есть мы заранее не рассматривали помещение, например, на первом этаже жилого дома, понимая страхи жителей, там, какие-то стереотипы, которые есть. Поэтому с точки зрения выбора помещения, места и расположения, мы до сих пор уверены в том, что мы все сделали правильно, и мы, в общем, будем продолжать настаивать на том, что эти проекты должны быть доступными для тех людей, которым нужна помощь. С другой стороны, мы понимаем, что, наверное, мы недооценили силу этих мифов, страхов и стереотипов и не уделили достаточное количество времени для того, чтобы провести какую-то информационную кампанию, рассказывая людям, а кто такие бездомные люди, а почему бездомные люди не представляют никакой опасности для местных жителей, почему люди оказываются на улице, потому что же очень часто людям кажется, что люди, которые живут на улице, они там сами виноваты, сами выбрали такой образ жизни, а там наша статистика показывает, что основные причины, почему в России люди оказываются на улице, это трудовая миграция, это когда люди из разных депрессивных регионов приезжают в крупные города, в Москву, в Петербург, в Екатеринбург, в поисках работы, оказывается, что работы там нет, или их обманули, и, в общем, они остаются в крупном городе, они возвращаются домой, потому что, конечно, если они уехали от безработицы, то, в общем, и возвращаться-то им некуда, и всегда есть надежда, что в крупном городе проще найти работу, проще выжить. Кроме того, есть еще примерно треть бездомных людей, которые живут, которые находятся на улице, они оказываются там в результате семейных конфликтов, к сожалению, родители выгоняют на улицу детей, дети выгоняют родителей, и примерно еще там 20% это жертвы мошеннических сделок с недвижимостью, это одинокие старики, это выпускники детских домов, в которых обманывают черные риэлторы, поэтому, в общем, то, что мы бы сделали и сделаем обязательно по-другому, это больше времени инвестируем в просветительскую такую компанию, рассказывая о том, как будет работать этот проект, стараясь, в общем, снять заранее все вот эти страхи и опасения, которые у жителей возникают. Могу вас процитировать, вы недавно говорили о модернизации снизу, вот у нас были примеры сейчас подобных инициатив в России, вы писали, что изменение общества в России происходит, и оно происходит необратимо, архаическое государство сталкивается с обществом, которое становится все более активным, и которое, как вы написали, имеет собственный ответ на такое государство. скажите, это действительно некая общая, всеобщая тенденция к такой активизации общества и, возможно, к изменению страны снизу в России? Смотрите, какая картина возникает. Вот у нас есть однозначно самый продвинутый, самый прогрессивный регион России, город Москва. Есть один из самых традиционных, наименее продвинутых, не в обиду будет сказано, регионов, которым предлежит Махачкала. И в Махачкале мы видим, что группа активистов, самоорганизовавшись, привлекая современные средства самоорганизации, привлекая даже, вот вы говорили, про знания, есть специалисты по общественным движениям, которые рассказали вам, что, например, судиться и работать с прессой надо одновременно. И это два самоподдерживающихся процесса. Я вам по секрету скажу, что эту великую мудрость западные специалисты по общественным движениям осознали примерно на примере движений 60-х годов в Европе и США. Изучая их, вот стало понятно, что это правильная тактика, еще много чего стало понятно, о чем я вам с удовольствием порасскажу в кулуарах. И это оказывается, даже в такой, ну, достаточно запуганной республике, да, с запуганной властями, коррумпированной и так далее, оказывается почти непреодолимым оружием. потому что вот только самые прогрессивные люди умеют так делать, умеют самоорганизовываться так, как самоорганизуются люди в современном мире, как самоорганизуются люди в современной Европе. Самоорганизация – это скилл, это умение, это набор социальных навыков. А современный человек на Западе сам не замечает, как много этих знаний и умений у него есть, даже если он сам не активист. Он мгновенно знает, как позвонить журналистам, как напечатать листовку. Я не знаю, как в европейской, в американской школе в шестом школьники пишут письмо сенатору в качестве задания по литературе. Вот найдите проблему, которая вас волнует, напишите письмо своему сенатору. Вас этому учат. Нас от этого отучали. Я родилась в Советском Союзе, в школу ходила еще в Советском Союзе. Любой признак самоорганизации, каким бы неполитическим он ни был, вызывает скандалы и истерику. Эти умения люди, живущие в России, набирают с нуля. Но, естественно, люди прогрессивных демократических взглядов набирают их первыми. Молодые набирают их первыми по сравнению со старыми. Образованные первыми по сравнению с менее образованными. Поэтому движение вдохновленное какой-то прогрессивной идеей или другой идеей, которая привлекает именно эти прогрессивные слои населения, национализм, в частности, к сожалению, она первая получает такое представительство. Но на примере Москвы мы видим, что теперь вот это, вот эти социальные навыки, вот эти скиллы дошли до более консервативных, более ригидных, менее прогрессивных и демократичных слоев населения. Я не думаю, что вы недооценили стигму, которой пользуются бездомные, количество страхов, количество мифологии. Я не верю, что в 90-м году в Петербурге этих страхов было меньше, чем в 2017-2018 в Москве. Все-таки какое-то образование идет, все-таки какую-то пропаганду люди уже там почти 30 лет слышат на эту тему. Какая-то гуманизация и отношение к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию происходит. То, что, например, вовсе не прогрессивные религиозные организации, включая РПЦ, занимаются помощью бездомным, этому свидетельство. Вы недооценили, насколько лучше люди вот таких взглядов, не наших, тоже начали уметь самоорганизовываться и оказывать отпор, вызывать к прессе, пропаганду в соцсетях устраивать, идти писать грамотные слезницы начальству, нажимать на нужные идеологические кнопочки и так далее. Это, к сожалению, показатель того же самого общественного прогресса. Понятно, что в России набор вот этих скиллов, набирание людьми вот этого умения кооперироваться и самоорганизовываться подавляется сверху там, где власти опознают проблему как политическую, опознают, что люди самоорганизовываются вокруг чего-то, что может угрожать политической системе. Но эти процессы не останавливаются. Вот там, где идет разговор об отношении к бездомным, там, где идет разговор, не знаю, о балансе власти в семье, в большой степени о правах женщин, об отношении к ребенку, об отношении к больному в больнице. То есть там, где общественная самоорганизация долго летает как бы под радарами вот этой вот политической цензуры. То есть я боюсь, что мы теперь чаще будем сталкиваться с тем, что у конфликта, который как бы не политический, тоже две стороны, две разные группы интересов. И да, и вторая сторона тоже замечательно самоорганизуется. Можно короткий комментарий по поводу людей, которых мы увидели в районе, собственно, в котором пытались открыть прачечную. На самом деле самым большим потрясением, можно сказать, для меня было, что это молодые, хорошо образованные жители Москвы. Это те люди, которые какое-то время назад боролись против реновации в Москве. Это замена старого жилья на новое. Эти же люди борются против высотной застройки в парках в своем районе. А следующим шагом они боролись против социальной прачечной. К сожалению, в каких-то выступлениях против высотной застройки парков или, может быть, даже реноваций, вообще-то я бы стояла рядом с ними. Но потом оказалось, что ровно эти люди, от которых я в меньшей степени ожидала такого противостояния, стали бороться с культурной прачечной, мотивируя это тем, что нехорошо, когда бездомные люди приходят в благополучный район, потому что куча стереотипов и мифов, которые не имеют ничего общего с реальностью. То есть это, в общем, одни и те же люди, как оказались. Это то самое гражданское общество, которое... То есть, с одной стороны, мне было ужасно приятно, что люди в Москве объединились для того, чтобы отстаивать какие-то ценности и делают это настолько отчаянно и с таким энтузиазмом. А с другой стороны, вдруг оказалось, что вот есть какие-то вопросы, в которых мы... В одних вопросах у нас есть одни ценности, которые я разделяю, а вдруг делаешь шаг в сторону, и это вопрос, которым, ну, просто разные миры. А если посмотреть на темы, я ведь неспроста сказал меньшинство на подиуме, если посмотреть на список участников нашей сегодняшней дискуссии, то это в основном женщины. Они представляют интересы, они действуют активно. Почему это так? Это результат того, что женщина и такая вот активно движущая сила общественных процессов или всего общества? Среди активистов много женщин. Это правда. И многие движения как-то стоят скорее на женщинах, чем на мужчинах. И часто создается впечатление, что женщины меньше боятся. В России сейчас уровень реального гендерного равенства ниже, чем в Европе, но гораздо выше, чем большинство других проблем. Чем можно предположить, если думать о проблемах того же сорта, если можно так выразиться, о проблемах современного или архаичного устройства мира. российские женщины работают с 17-го года, причем их трудовой рынок выгнали пинками в пределах одного поколения, а вовсе не они боролись три поколения за то, чтобы им разрешили работать. В позднее советское время существовало вполне это была разрешенная одна из немногих разрешенных тем такого рода. Существовало такое движение за то, что разрешите женщинам быть домохозяйками, если они хотят. Не давите на них так, чтобы они обязательно были спортсменными комсомолками, а также непременно работали. В России гендерный разрыв по зарплате чуть ниже европейского, извините, чуть выше европейского, конечно, примерно равен американскому. Мы понимаем, что любой разрыв в зарплате это нехорошо, но он равен не какому-то ужасному, а всего лишь американскому, где-то 25%. И российские женщины сейчас достаточно активны, они достаточно ресурсны и одновременно достаточно образованы, между прочим. И при этом в очень высокой степени чувствуют себя угнетенными теми остатками патриархата, которые реально есть. Поэтому ничего удивительного, что во всех активистских движениях много женщин, ничего удивительного в этом нет. Мне кажется, тут как-то и будет больше. Можно я свой локальный взгляд? Вот у нас в Дагестане помимо городских проблем есть и другие проблемы. Они часто связаны, например, с незаконными действиями силовых органов. И когда бывает, похищают молодых людей, пропадают или у них обнаруживают какие-то там наркотики, оружие. и как правило в защиту этих ситуаций выступают женщины. То есть если у нас собираются какие-то публичные мероприятия, то это женщина бывает чаще всего. 10 матерей условно выйдут на площадь или еще что-то. В основном женщины иногда старики. У нас это объясняется тем, что женщины более защищены от противодействия силовых органов. Потому что если это будут мужчины, их либо разгонят силовым образом, либо создают проблемы потом. С женщинами это сделать сложно, и в этом смысле они выигрывают. Вот части защиты они выигрывают. потому что общественное мнение я думаю у нас не смирится с тем, что как-то будут притеснять женщин. Казалось бы это Кавказ, где женщины вроде бы ущемлены в правах, такие стереотипы. А в этом вопросе женщины более защищены. Поэтому тут надо это тоже понимать. Тут тоже это еще одно проявление того, что у вас еще много традиционного в обществе. Я думаю, что в Москве и Петербурге тоже женщины защищены чуть лучше от прямого насилия, от прямого силового разгона, например, на митинге, но в гораздо меньшей степени. То есть равенство работает в обе стороны. Больше равенства, больше готовности как-то подвергать репрессиям. Но кроме того, существует еще такое известное социологическое правило, что мужчин и женщин общество, в котором существует патриархат, репрессируют по-разному. Там, где мужчину посадят в тюрьму, женщину упекут психушку. Вот такого рода еще вещи бывают. Ну вот мы получили обзор. Обзор некоторых проектов, инициатив, поговорили об изменениях, которые, ну по крайней мере намечаются в российском обществе. Алмут, вы можете это сравнить с вашим опытом? Общественные инициативы на местном уровне. Как надо действовать? Как надо общаться с государством, с госорганами? Вы многое узнали? Или ваш опыт сильно отличается, опыт тот, который вы получили здесь в Германии? Может быть, вы тоже чему-то научились во время вашей активной фазы, особенно в плане того, как влиять на государство и на общество? Местными инициативами через них. Вот эта вот фаза возникновения, первая фаза в бывшей ГДР, я из Восточной Германии, у нас были, конечно, очень другие условия, они сильно отличались. мы имели дело с практически рушащимся государством, оно рушилось без нашего участия само по себе, вот эти вот демонстрации по понедельникам, там было по-настоящему опасно, демонстрации в ГДР, но это была очень краткая фаза, это были последние местные выборы в ГДР, результаты их были фальсифицированы, и вот против этого мы пошли на улицы, опасно было где-то до середины октября 89-го, а потом рухнула Берлинская стена, и демонстрации, которые шли вот до этой фазы, они отличались невероятной динамикой, в Лейпциге на улице вышли более 100 тысяч человек, 9 ноября 89-го года, 9 октября, например, там стояли танки по углам, но приказу не последовало применить танки, фаза кончилась очень быстро, и где-то вот там середина октября до падения стены, был такой период, когда политические органы еще функционировали по старым ГДРовским правилам, но политического авторитета у них больше не было, у руководства не было авторитета, они его утратили, и там много чего можно было сделать, было невероятно много демонстраций, в ГДР тоже было законодательство о массовых собраниях, и это законодательство наконец начало по-нормальному применяться, так как должно было применяться, и возникло очень много общественных движений, много было гражданских инициатив в ГДР, они сначала находились под защитой церкви, но потом появилось много новых групп, это все сразу пошло в сторону экологии, было очень широкое экологическое движение, потому что в ГДР данные об экологии были секретными, их нельзя было узнать, и это было одно из требований экологических активистов, они активно требовали опубликовать экологическую статистику, насколько все плохо на самом деле, насколько сильный ущерб нанесен окружающей среде и природе. Мы столкнулись с авторитарной системой, и после этого сразу последовало требование соучастия в управлении государством, прозрачности государственной власти, это стало очень важной темой в нашей повестке дня. И надо сказать, что это был очень пестрый мир, такая вот пестрая картина, она существовала где-то до середины, до конца 90-х годов, и потом все это либо пропало, либо все слилось и объединилось в одной, или объединилось западными партнерами. А сегодня как? А сегодня как вот в районе Панков в Берлине, например, если какая-то инициатива там появляется, то что этим людям надо сделать для того, чтобы добиться успеха, для того, чтобы успешно отстать свои интересы в обществе, в государственных органах? Мы слышали, что нужно три компонента, должна быть группа, они должны использовать юридические рычаги, и вместе с тем они должны добиться публичности, чтобы на них обратили внимание общественность и пресса. То есть, если сейчас в Панкове какая-нибудь коммуникация играет очень важную роль. Я, понимаете, перешла немножко в другую сферу деятельности. Я занимаюсь представительной демократией. Раньше я занимался общественным активизмом, теперь я элемент представительной демократии. Если кому-то что-то не нравится, то люди объединяются, основывают гражданскую инициативу, распределяют ответственность, понимают, кому идти в государстве. И это требует каналов коммуникации, это требует общения друг с другом. Они могут обратиться к нашей фракции в местном муниципальном парламенте, например. Ну или не к нашей фракции, а к какой-нибудь другой, который может быть ближе. Если они думают, что, скажем, парковок на улицах мало, они, скорее всего, в ХДС пойдут, не к зеленым. А если им хочется парк сохранить или, скажем, улучшить ситуацию для детей и молодежи, то они пойдут к левым, к зеленым или к социал-демократам. В общем, общаться надо и надо много. А для этого есть масса возможностей. Сейчас можно участвовать в парламентской дискуссии, можно прийти на заседание фракции, можно прийти на заседание парламентских комитетов. И это регулярно происходит, люди этим пользуются. Что касается юридических каких-то мер и шагов, то у нас к этому прибегают редко. Так что этот компонент почти никакой роли не играет. Да, бывает, если какой-то глубоко формальный процесс застройки, строительный проект, девелопмент или какие-то судебные процессы идут против застройщика, да, там все это выходит до судебного уровня. Но мы об этом как политике мало что узнаем, потому что мы не можем повлиять на решение суда, естественно. Это, видимо, особенность нашего города, то есть ваши организации, ваши инициативы, ваши движения в Махачкале, потому что вы именно таким способом пытались довольно систематически, но при этом довольно спокойно и очень настойчиво работать и бороться с чиновниками, и влиять на их деятельность. Может быть, рано спрашивать, но я все-таки спрошу, как вы считаете, видно уже, что чиновники потихоньку начинают думать по-другому, меняются? То есть все-таки происходят какие-то изменения у них в головах? Или еще рано спрашивать, еще мало времени прошло, полтора года всего? Вы знаете, я думаю, не рано. Вообще, вот перед тем, как ответить на ваш вопрос, хотел бы прокомментировать ситуацию с представительством. В принципе, я так думаю, может быть, ошибаюсь, и я думаю, если бы у нас были свои депутаты в мэрии, на городском уровне, у нас не было бы такой сильной нужды, так сильно, экспрессивно, с публичными мероприятиями, митингами против чего-то противодействовать, потому что ведь эта работа, по сути, это работа депутатов, то есть защищать интересы людей, и мы вот в перспективе, все-таки, я думаю, хотим к этому выйти. А пока у нас этого ничего нет, у нас есть только суды, которые можно идти, ну, они тоже могут быть разные, зависимые, независимые, но мы этим пользуемся. И вот наша массовость, то есть митинги, и все такое, то, что чего не любят у нас в любом случае, и что попадает в цель, когда мы хотим ударить по какой-нибудь там условно органу власти. А насчет того, что чиновники меняются, в нашей борьбе, вот лично я исхожу из того, что в мэрии или в иных органах власти всегда есть группы сил, которые между собой борются, то есть есть очень плохой чиновник, есть средний плохой чиновник, немного плохой чиновник, или там как-то вот, то есть и мы вот пытаемся вот в это поиграть, поиграть в эту игру. Мы начинаем как-то заинтересовывать этих не самых плохих чиновников, чтобы они попытались повлиять на других, и это иногда работает. У нас были суды, когда вот у нас как обычно идут суды, и официальные государственные СМИ об этом всегда молчат, не показывают вообще, что что-то происходит. Но для нас было удивление, когда мы судились по одному скверу, к нам на процесс пришла республиканская телевизионная компания, то есть она вот начала оператор с камерами, и я понял, что что-то произошло. Что-то произошло, почему? Потому что просто так они не приходят на суды. Значит, нас кто-то там в властях решил поддержать против тогдашнего мэра Махачкалы. И как бы вот это первое, чем мы пользуемся, пытаемся сыграть на противоречиях этих людей. Когда это получается, когда нет, не знаю, то есть мы просто об этом думаем. А что говорить второе у нас на практике, сейчас действительно, когда некоторые спорные ситуации, когда, допустим, город продает землю в парке или в сквере, и мы начинаем шуметь, уже из-за одного шума администрация отказывается. То есть нам даже судиться не надо. То есть в принципе, вот учитывая, что трое из четырех мэров уже в тюрьме, то есть каждый новый мэр, он уже более такой осторожный, более пугливый, и мы этим пользуемся. То есть по-другому пока не видим никак. И надеемся со временем они из пугливого состояния перейдут в конструктивное состояние, когда начнут уже не из-за страха, не то чтобы они нас боятся, но как бы все равно какая-то боязнь есть, а из-за желания пойти навстречу горожанам, сделать что-то хорошее, вот тогда они начнут нас чувствовать. Но пока вот до этого уровня еще не дошли, пока больше чуть-чуть боятся, чуть-чуть не хотят с нами связываться, но не знаю, насколько это будет всегда работать, пока вот так. Мне однажды одна активистка рассказывала, что если хочешь решить какую-то проблему, имеет смысл попытаться начать думать как чиновники, попытаться залезть им в голову и сделать предложение, которое выгодно и тем, и другим. И помогаете решить какую-то проблему. Вот какой у вас опыт? Я не знаю, насколько вы с петербургскими чиновниками общались. Как вы вообще складываете сотрудничество с властями Петербурга? И что там надо делать, чтобы решать проблему и так далеко зайти? У нас мы стараемся взаимодействовать с государством, с чиновниками в Москве и в Петербурге по самым разным вопросам. И по вопросам, например, нам нужно в каком-то районе Петербурга установить пункт обогрева, и нам для этого нужно разрешение городской администрации. Или, например, нам нужно получить помещение от государства, или мы хотим заниматься усовершенствованием законодательства в каких-то областях, потому что, например, один из вопросов, который нас очень волнует, это что в России все права, они так устроены системой, что все права привязаны к системе регистрации. И в случае, если у человека нет регистрации или нет документов, подтверждающих регистрацию, то он автоматически лишается практически всех прав. И наш опыт показывает, что это всегда очень разный опыт взаимодействия на каждом уровне. То есть, например, наш кейс с нашей культурной прачечной показал, что несмотря на то, что, наверное, в какой-то степени это такая наша локальная неудача, но, с другой стороны, это привело к тому, что за полтора месяца вышло 150 разных публикаций в разных средствах массовой информации, включая местные, федеральные, которые написали про бездомных людей, про мифы, которые окружают бездомных людей, про противостояние между жителями и нашей организацией. И это привело к тому, что, например, в России есть такой орган общественной палаты, он есть федеральный, есть на уровне каждого региона, например, в Москве. Так вот, сразу прошло два заседания общественной палаты на уровне федеральном и на уровне Москвы по обсуждению помощи бездомным людям. И вообще, вот за 90-го года, когда, за весь опыт работы нашей организации, мы не помним, чтобы вообще в России тема помощи бездомным людям обсуждалась в таком масштабе. и на уровне вообще общественном, и на уровне чиновников. А всего лишь триггером послужил анонс о намерении открыть прачечную в одном из районов. То есть мы там даже не успели его открыть, мы просто сделали анонс о том, что оно там будет. И это уже привело к тому, что так широко началось это обсуждение. А так, в целом, конечно, мы стараемся тому же правительству Москвы, например, прежде чем написать обращение о просьбе выделить нам помещение, мы отправили целое такое предложение о том, каким образом может быть это взаимодействие, почему наша работа в Москве, она, в общем, будет очень полезна городу и приведет к тому, что мы поможем в решении вместе с государством такой важной социальной проблемы. Поэтому иногда взаимодействие с чиновниками получается лучше, иногда это получается хуже, например, мы там в Петербурге уже много лет проводим акции социальной рекламы и мы получили порядка десяти отказов от государственных организаций в проведении таких акций. То есть все площадки, которые выделяют нам под наши акции социальной рекламы, это коммерческие компании, которые выделяют собственно их площади, а там государственные органы, например, там разные есть причины, почему нам отказываются, но вот здесь у нас пока не очень получается. А с другой стороны, например, помещение, в котором работают наши проекты в Петербурге, выделено нам государством и мы не платим за него арендную плату, мы платим только коммунальные платежи уже там много лет. Если есть вопросы, я вижу, уже два, три. Давайте соберем три вопроса и зададим их. Если они адресуются именно кому-то из наших гостей, то, пожалуйста, скажите, кому именно. Через... Сначала зададим три вопроса, потом на них можно будет ответить. Хорошо. хорошо. давайте четыре вопроса, потом ответим. я бы хотел с коротким комментарием по поводу утверждения о лопониях выступить. Комментарии? Если у вас комментарии, то, пожалуйста, очень-очень коротко, а потом задайте вопрос, пожалуйста. Я сказала, что самоорганизация это такое свойство прогрессивных и демократически настроенных людей. Опыт России, по-моему, показывает какие-то совершенно другие вещи, что есть очень много самоорганизации как раз консервативной и вот то, что Дарья сказала против ПКС, например, против самоорганизации против прачечной для бездомных людей. Мы знаем массу, например, родительских организаций, которые выступают против сексуального просвещения. Мы знаем кучу организаций, которые выступают против разного рода меньшинств. Мы знаем самоорганизацию, например, в Татарстане, которая успешно добилась снижения статуса татарского языка в самом Татарстане. конечно, самый выдающийся пример самоорганизации, который не связан с прогрессивными демократическими моментами, это феномен Алексея Навального, который очень успешно организует людей вокруг националистической повестки, и мы помним мерзкие выборы, например, Москвы 2013 года, когда он сделал одной из центральных тем выборов борьбу с нелегальной миграцией, и московская мэрия открывала фильтрационные лагеря. Поэтому я бы не идеализировал совершенно самоорганизацию в России, и уж тем более не отождествлял бы ее с прогрессивными и демократическими течениями спасибо. Я постараюсь сформулировать из этого все-таки вопрос, не является ли самоорганизация наоборот опасностью для России. Простите, именно так и говорила, что самоорганизуются консервативные или реакционные тоже круги. Но у меня вопрос к Арсену. Арсен, вы с каким-то фатализмом в самом начале говорили о том, что в Дагестане нет выборов, что места депутатов покупают, а потом сказали, что если бы были вот у нас наши депутаты, то и необходимости в нашей работе бы не было. Я вижу в этом некое противоречие. Почему? вы не пытаетесь как-то исправить ситуацию с выборами, чтобы у вас были шансы не только в судах, но и во время голосования? Спасибо. Здесь еще были вот два вопроса и потом... Иванов Николай, я из Петербурга, но вопрос хочу задать Арсену, на который я смотрю с нескрываем восхищением, как на нечто экзотическое, потому что до нас доходят эти вести Северного Кавказа о том, каким образом там справляются, имеют взаимоотношения органы власти с оппозиционным движением любого рода, да, либо кровавые разборки с мемориалом, с убийством оппозиционных журналистов. Каким образом вам удается этого избежать? Есть ли репрессии? Или вы сейчас о них молчите, если они есть? Или, если они есть, какую форму они принимают, если вы можете об этом рассказать? Добрый вечер, меня зовут Мария Болановская, я из Крыма и живу в Берлине. У меня больше вопрос к группе, и что бы послужило точком для модернизации общества в России, как вы думаете? И действительно ли все зависит только от правительства? Давайте тогда теперь ответим на вопросы. Я попробую их повторить. Может ли самоорганизация нести в себе угрозу для демократического развития в России? Вы ведь тоже практически столкнулись с тем, что конфликт был у вас в Москве сорганизованной частью гражданского общества? Мне кажется, что такая организация это прямо угроза каким-то решению социальных проблем вообще. То есть у этого общественного явления есть известное название NIMBY Not in my backyard. С этим сталкиваются очень многие общественные проекты в очень разных странах. И это явление, когда жители какого-то района борются с любыми изменениями, происходящие в их районе. И поэтому когда просто другое дело, что наш кейс это пример, когда Москва первый раз может быть столкнулась с этим общественным явлением, которое было настолько ярким. И поэтому собственно когда жители стали говорить о том, что они очень хорошо относятся к благодарительности и вообще все тоже хотят помогать, но только пожалуйста бездомным помогайте не в нашем районе, а где-нибудь подальше от наших домов. То есть сама организация жителей, которые отстаивают свои интересы, мне кажется движением в очень правильном направлении и очень полезным вектором развития. Другое дело, что конечно надо, как мне кажется, главный наш вывод заключается в том, что надо пытаться оценить и работать с общественным мнением. Почему например наши проекты почему мы недооценили такое сопротивление, потому что за 28 лет работы в Петербурге мы конечно отвыкли от такого сопротивления местных жителей и когда мы например открывали в 2016 году прачечную в Петербурге, это тоже проект, который по аудитории людей, которые приходят в прачечную, это один из самых благополучных проектов, туда приходят люди с наименьшим стажем бездомности, у которых еще много ресурсов, чтобы как-то выбраться с улицы и тогда в Петербурге мы не столкнулись и вообще не было никаких разговоров о том, что этот проект не нужен, что нужно его перенести куда-то в другое место и вообще как-то перестать этим заниматься и поэтому другое дело, что конечно нам нужно было больше времени посвятить оценке общественного мнения в Москве и как-то провести предварительную работу, а так в целом я в общем только поддерживаю объединение жителей и отстаивание своих интересов. у нас было еще два вопроса по поводу выборов и еще вопрос по поводу Сержного Кокказа в целом. я не противопоставляю депутатов и наше общественное движение я просто говорю, что если бы были бы у нас депутаты которые представляли бы интересы жителей города реально представляли то нам не было бы необходимости в таких слишком экспрессивных действиях в виде митингов в виде вот мы вот сейчас мы возможно подадим суд вообще с идеей отменить генплан я не знаю есть наверное есть как называется в Германии генплан и правила землепользования стройки вообще всего города то есть у нас есть цель локальная мы не можем ее добиться какими-то локальными методами мы начинаем уже ходить с дубиной там Маш Махай или полностью там может быть даже что-то разобьем еще не связанные с нами но мы другого пути не видим то есть у нас узкий набор инструментов вот были бы депутаты мы бы остались но бы больше рентранслировали через депутатов решали бы свои вопросы это к тому что а теперь к тому что почему мы не участвуем и не влияем на выборы мы как бы видим эту ситуацию мы хотим туда попасть более того я сам участвовал в качестве кандидата депутаты в региональный парламент Дагестана и мы еще являлись наблюдателями в местных выборах но так получилось что вот эти последние два цикла выборов которые у нас были они были у нас очевидно не хватало сил что-то вообще предпринять нас просто задавили вот задавили всеми ресурсами которые есть у местных коррупционных так сказать элит и полиции судами то есть нас никуда не пустили но у нас и сил не было то есть у нас там условно группа из 15-40 людей активных которые что-то попытались сделать просто нас условно наших активистов пугали на этих избирательных участках молодые спортивные телосложения ребят ребят то есть как бы ну это вот урок мы прошли какой-то урок попытались что-то ну слава богу вышли без жертв скажем так нас там никого не побили хотя нет побили нескольких побили но в целом как бы мы планируем все равно в дальнейшем пройдя вот этот этап в дальнейшем акцентированно работать с выборами для этого вот из нашей группы у нас есть скажем так человек который создает свою подгруппу который заниматься будет чисто выборами это а теперь касательно репрессий и давления ну конечно вот недаром наверное у нас боятся вот этих общественных организаций в Кавказе потому что действительно есть риск того что ты попадешь под репрессию но тут что чем мы отличаемся от того что общеизвестного мемориала которым там сжигают офиса пугают там угрожают там убийством они занимаются уголовными делами и в основном их противник это органы полиции то есть это действительно опасный противник в том смысле что они там не все они там преступники но очень скажем так они запятнали свою репутацию как я вижу в борьбе с религиозным экстремизмом у них им дали видимо кратбанш такой что там вплоть до убийств таких скажем лицензию на убийство вот так эскадронной смерти то есть но это такой серьезный опасный противник и конечно с ним вот мы как бы не боремся с ним мы боремся на уровне скверов парков застроек и наш противник это мэрия и как правило там конечно опять таки ситуация поменялась все равно идет борьба с коррупцией у нас в Дагестане почему-то вот у нас начали это экспрессивно заниматься поэтому я говорю что трое мэров сидят уже в тюрьме то есть и поэтому каждый новый мэр слабее предыдущего и это нам дает возможность активно против него выступать если бы допустим взять ситуацию 7 лет назад наверное бы мы не выступали там был такой мэр которому просто против было просто опасно что-то говорить вот там реально там без шансов было но у нас тоже бывают ситуации где мы все-таки с осторожностью подходим вот последний наш кейс это борьба со строительством религиозного сооружения собора в парке стройку ведет подразделение РПЦ российско-русско-православной церкви но это серьезный тоже противник не с точки зрения того что они там бьют кого-то но с точки зрения их ресурсов и тут все тонко было тонко в смысле что национальная республика выступать против строительства собора для национального все-таки меньшинства в данном случае русские у нас получается все-таки меньшинство это очень тонкая сфера к которой можно попасть там сразу там в экстремиста превратиться то есть реально и поэтому ну слава богу у нас группа то есть у нас есть свои православные в группе свои русские которые сами же против строительства этого собора ну по очевидным причинам что это там прямо в этой части города там Махачкале три парка и в этой части он единственный он такой маленький и еще там еще на гектар собираются строить собор то есть вообще там его уничтожают и поэтому мы там сразу все это обмозговав определив мы там подали суд у нас обращают столько русские только православные чтобы их не обвинили в том что они исламские террористы условно то есть православный подает суд против РПЦ и там уже как бы их не обвинишь у митинги за инициативи у нас был митинг правда его не согласовали но там инициатором тоже были русские и там даже интересный этот новостной сюжет был митинг должен проводиться был у памятника русской учительницы и там новость такая пошла сегодня у памятника русской учительницы задержали русского учителя нашего активиста который протестовал против строительства русского собора условно ну то есть кто понимает тут конечно это смешно и хотя потом когда нас задержали с нами беседовали представители центра по противовестию экстремизма это такая специальная подразделение полиции которая у нее не очень хорошая скажем так репутация она занимается вот такими прям жесткими методами работы с людьми но даже там в принципе мы нашли общий язык даже даже вот эти сотрудники они в итоге сказали вот мы побеседовали с нами полчаса поняв наши истинные цели они сказали ну в принципе мы тоже вас поддерживаем потому что ну вот это неправильно короче забирать последнее там зеленое насаждение в этой части города поэтому в целом нормально то есть как бы если делать пока нам везет или пока мы все это продумываем не знаю что больше пока все благополучно и надеемся так дальше тоже будет у нас был еще четвертый последний вопрос речь шла о модернизации и мы здесь исходим из того что движение идет снизу а что должно делать государство при модернизации когда государство нужно в России качество государства заметно хуже качество населения российское население продолжает развиваться как социологический термин накапливать социальный капитал накапливать способы взаимодействовать между собой и координироваться государство почти не учится с этим как-то взаимодействовать кроме как либо закрывать глаза либо противостоять государство не очень понимает те проблемы вокруг которых мобилизуются люди с другой стороны вот возвращаясь к вопросу о том нужно ли самоорганизацию как бы ассоциировать со всем хорошим и добрым нет не нужно когда самоорганизуются какие-нибудь ужасные люди вокруг ужасной идеи могут происходить большие несчастья просто мы проходили через этап когда лучше всего эти умения освоили люди самых продвинутых взглядов или тех которые привлекают молодежь образованную отсюда националистическая мобилизация обратите внимание такой талантливый политик как Навальный поиграл в тринадцатом году с темой национализма и что-то сейчас больше не играет особенно да эта тема не так хорошо сейчас мобилизует активную часть общества сама по себе мы понимаем да Крым другая история когда когда это мобилизация вокруг центра а реальных активистов не так хорошо в России только что прошло исследование в Российской Академии Государственной Службы и Народного Хозяйства где людей спросили каких партий им не хватает в российском политическом спектре значит выяснилось что примерно все недовольны тем как устроен наш политический спектр 12% сказали что им всего хватает и результаты там примерно такие за 40% считают что у нас не хватает какой-то левой партии более-менее социалистической социал-демократической это сумма разных ответов где-то 30% с небольшим что не хватает какой-то либеральной партии в спектре а рейтинг националистов в этом списке я боюсь сейчас соврать но по-моему чуть больше 10% не очень много людей не очень много людей которые очень хочется чтобы в российском парламенте заседала националистическая партия хотя они есть хотя они конечно есть не надо назначенных чиновников считать идеями людьми и хорошим заменителем реальной идеей националистической партии которой Россия с моей точки зрения не хватает всех трех потому что все взгляды должны быть все взгляды которые пользуются массовой поддержкой должны быть представлены в парламенте иначе ну понятно 99% сторонников этих взглядов как-то будут себя просто чувствовать ущербными а 1% пойдет на какие-то непарламентские методы продвижения своих взглядов нехорошо когда взгляды 10% населения не представлены в парламенте значит вот государство у нас оно не может взаимодействовать со всем этим спектром убеждений не говоря уже о спектре интересов оно не может не потому что оно не хочет и даже не потому что оно какое-то такое страшно репрессивное оно не умеет оно не знает как это делается и у него нет возможности научиться оно не так устроено чтобы научиться поэтому ему остается только как-то либо отступать либо давить государство реагирует на шум вот на шум в соцсетях государство реагирует иногда репрессиями но если у него есть возможность если это не очень идейно как-то важная какая-то для него история то часто реагирует тем что начинает этой проблемой тоже интересоваться это правда спасибо это был первый раунд вопросов теперь у нас 20 минут времени перерыв и если хотите вы можете какие-то вопросы задать дополнительно всем нашим гостям а потом мы начнем вторую секцию она будет посвящена нашему вопросу в более широкой формулировке спасибо большое что поучаствовали небольшой перерыв и потом продолжим аплодисменты спасибо спасибо